Эх, не тот уже Воронеж, как раньше. Да, если в мультике там еще такие маленькие домики, такие прям вот очень маленькие, там бегает ребятня, такой частный сектор, то сейчас улица Лизюкова это уже одна из таких крупнейших улиц нашего спального района, поэтому там высятся многоэтажки, она вся такая бетонная-бетонная, вообще не похожа. Но с другой стороны, там оставили, ну как оставили, создали памятник, увековечили этот мультик именно в памятнике, он очень интересный, там такое дерево большое, бронзовое, ну выше человеческого роста, то есть такой вот в натуральную величину, на дереве на одной ветке сидит ворона, такая вот прям, как в мультике, ровно на другой сидит вот этот, собственно говоря, котенок. И по преданию, что котенку нужно потереть, наверное, лапу, не помню какую точно, для того, чтобы вот, собственно говоря, все скровенные желания сбылись. В общем, такая очень симпатичная памятник вот осталась. Достопримечательностью Воронежа, наверное, является то, что наши жители неравнодушны к различным металлам, поэтому драгоценные усы этого котика время от времени скручивают, вот, и уже и так, и сяк их меняли, вот, давно не была, не видела, не знаю, как сейчас он, но вот такое бывает, что время от времени этот котенок лишается усов. Так же, как и бим своего уха, да, известная очень, ну, это история, да, повесть о белом биме, черном ухе. Ой, боюсь приврать, но мне кажется, автор этой повести жил в Воронеже, или, по крайней мере, или родился, или жил, ну, то есть каким-то образом он был связан с нашим городом, поэтому вот память о этой собаке, о вековечивании вот этой дружбы произошло тоже вот в интересном памятнике, что он тоже в собачий такой рост. Вот, сидит этот бим, ждет преданно своего хозяева, вот, его ухо тоже пару раз воровали. Я боюсь, что сейчас немножко сложится представление о нашем Воронеже странным образом, но металлы наши люди любят. Как я уже говорила, в Воронеже, на самом деле, очень много людей от искусства, очень много людей, которые нестандартно мыслят, да, в плане творчества. И один из наших авторов, скульптор, создал очень интересную такую композицию. Это стул, тоже вот достаточно большой, ну, чуть-чуть больше обычного стула, он, по-моему, тоже бронзовый, и это стул, который исцеляет от жлобства, потому что, может быть, даже слышали, вот там, не знаю, в Тамбове тамбовский волк, а про Воронеж иногда говорят, что вот там жлоб воронежский, то есть такое нарицательным слово стало, хотя, как говорят, что это житель Липецкой области, да, в расшифровке, но, тем не менее, все рядом. И этот стул представляет собой, в общем, такое магическое место, там на сиденье две ладошки, прям вот, как высечены, они такие, вупыклые. И по задумке автора, человек, который садится на этот стул, вот, мгновенно, прям как в тэдэхилинге, исцеляется от всех проявлений жлобства и прочих-прочих вещей. Примечательно то, что этот стул стоит за городской администрацией. Это очень красивый у нас сквер новый, и этот стул стоит там. И, к сожалению, я никогда не наблюдаю там очереди из людей, которые стремятся каким-то образом трансформировать этот свой порог человеческий. Только вот таким образом. Но это очень интересно, да, вот, когда ты гуляешь там по скверу, и вдруг там такой стул.